добрый день сегодня хотелось бы поговорить о таких возможностях как экспорт и импорт проекта для каких случаев целесообразно его применять сейчас если например нажать кнопочку загрузить проект мы видим что вот списке то есть это вот в проектов имеет десяток уже и теперь чтобы запустить нужный проект чтобы запускал запускался автоматически нужно переименовать его и поставить в последнем списке данном списке это не очень удобно предлагается следующий вообще механизм работы с проектами вы создаете проекты а затем экспортируйте их экспортируйте на устройство естественно вот два две возможности экспортировать проекты экспорти экспортировать на облако либо экспортировать внутри устройства вот допустим мы хотим экспортировать какой-то проект нажимаем экспорт и и выбираем нашим и выбираем проект который мы хотим сублимировать нажимаем если мы нажмем на qr-код то мы сохраним экспортируем его на облако если мы же нажмем посреди посреди то был создан файл сублиматор например и теперь когда я захочу запустить этот проект я должен просто взять и сделать его импорт выбрать устройство и мы видим здесь вот у меня в папке проекты виде архивов хранятся все проекты которые я создал в том числе и вот последний проект который мы выбрали то есть вот такой механизм хранение проектов не в теле самого приложения в его внутренней базе а в файле что это дает во первых при таком способе у вас в проекте будет в базе всегда находиться один тот проект который выбрали и хотите его чтобы он автоматически запускался все остальные проекты вы просто напросто делайте их экспорт вот давайте например сейчас как как бы как бы предложил вам работать например загружаю так что я сделал давайте экспорт проекта я сейчас выберу те проекты которые считаю там сказать наиболее важным для себя потому что здесь у меня много всяких тоже тестов и все прочее вот например сублиматор уже его экспортировал файл дальше здесь мне ничего не нужно давайте выберем какой-нибудь еще вот файл select а экспортируем вот допустим тест экспортирую щелкунчик мне пригодится я его экспортировал но там они у меня были раньше экспортированы просто показываю сам к механизм как как нужно работать если у вас много проектов нужно все это когда-то почистить все остальное удалить все вот все важные факт проекты которые мне нужны я их сохранил затем беру и удаляю все проекты да 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 ведь я все подряд удаляю проекты после того как я их экспортировал я во внутренней базе оставить хочу всего один какой-то проект то есть я вам сейчас покажу механизм как в дальнейшем работать с проектами вот у меня кто-то много накопилось я их все удаляю у вас может быть меньше или больше не имеет значения после того как проект создан сохранен экспортирован проект в ново внутренней базе он уже не нужен ну если конечно вы с ним не не работаете непосредственно пусть у вас не там накопилось несколько проектов нужно их экспортировать и удалять из внутренней базе для чего я вам скажу сейчас немножко позже давайте уже доделаю начал меня очень много проектов тут накопилось все это нужно почистить это будет надежной и быстрее работать вот таким же образом вы можете это все проделать вот вот теперь у меня в проекте ни одного во внутренней базе каскады не осталось ни одного проекта все нужны мне проекты сохранены в файлах вот и даже еще сообщение выдается и теперь я хочу например работать с каким-то проектом загрузить проект час меня пройдет тут удаление то это быстро сильно не успевает он еще сейчас он немножко быстрее удалял сейчас он последовательно все удаляет проекты из внутренней базы давайте дождемся и потом покажу продолжим дальше ждем видите как долго работает процесс удаления очистки базы внутри но тем не менее сейчас вот уже заканчивается все проекты пару десятков я быстро натыкал они в очередь скопились теперь вот система их удаляет из внутренней базы каскады но нужные мне проекты я сохранил в виде архивов чем хорош архив архив во первых он сам раз дальше при импорте он сам разархивируется и сам автоматически запускается кроме того в архиве в одном файле в архивном сохраняются все картинки все там аудио видео там какие-то там все компоненты макрос и не нужно отдельно их когда вы кому-то отсылаете прикреплять несколько файлов в архиве сделано все вот в данном архиве какого-то проекта хранятся все нужные компоненты вот теперь все удалились и теперь мы говорим импорте тот проект который мы хотим чтобы он запускался постоянно мы говорим импортировать проект проекты хранятся либо на облаке что более надежно можно там и там хранить а можно импортировать с устройства и вот теперь мы берем какой-то проект и импортируем все он импортировался со всеми картинками и запустился но сейчас он будет ошибки выдавать там подключение и так далее это не важно главное что вот он механизм теперь если мне не нужен данный проект я что делал опять же его удаляю и теперь если мне нужно какой-то выполнять следующий проект я таким же образом одно то есть вместо того чтобы загрузить проект нажать я нажимаю кнопочку импорт и выбираю устройство и выбирая нужный мне проект ну допустим ух нет тел проект какой-то вот допустим где он сейчас секундочку где-то там было красивый проект такой чтобы он не зависал ну вот допустим пусть забудет даже кормушку проект вот загрузилась проект кормушка вот здесь я тоже опять же загрузка потому что там не сохранились они запускается подключение нет к этому устройству поэтому он не отображается то есть таким образом если сейчас нажму кнопку загрузить у меня всегда видите один проект что это дает теперь не нужно мучиться какой проект запустится первым какой последним запускается всегда один проект то есть надо стараться так чтобы во внутренней базе приложение находился всегда один проект все остальные важные проекты экспортированы и потом при необходимости импортируется что это дает бывают некоторые такие случаи например компонент видео он не работает не со всеми типами процессоров поддерживается на планшетах и при это приводит даже может привести к зависанию приложения и тогда что делать приходится выходить из приложения заходить в настройки приложения выбирать пункт и чистить данные только так можно выйти но при чистке данных у вас сотрудца все проекты которые находятся во внутренней базе в этом же случае которое предлагаю у вас отрется только тот проект который вызывал какие-то сбои но вы всегда в любом времени можете взять другой проект и запустить его вот при такой организации как труда или работы это более надежный способ получается кроме того если при чистке данных у вас проекты сохраняться потому что не сохранены уже в файлах в виде zip архивов в архивных файлах кроме того даже если вы захотите удалить или к случайно удалили каскаду иногда люди специально удаляют ее ну чтобы там проверить то ли не для того чтобы загрузить потом новые версию и так далее не хочется делать автообновление неважно что у вас даже при удалении приложения у вас сохраняются все проекты в архивах файлах на флешке памяти таким образом это обеспечивает надежность в работе представляете вас там 10 проектов 11 какой-то там приводит к зависанию он последний и вы не можете ничего сделать вам приходится удалять все стирать всю память и таким образом сотрутся все проекты а вот при таком способе при работе с экспортным проектом импортом проектом у вас не будет проблем с тем какой проект загрузить фактически запустить в работу и не будет проблем с сохранением этих проектов поэтому используйте такой механизм как экспорт файла и импорт файла а для большей надежности вы можете сохранять экспортировать свои проекты не только в соб файлы собственного телефона телефон и тоже может сломаться а сохранять еще и на облаке предварительно конечно там зарегистрировавшись таким вот образом вы себя обезопасите при работе с проектами исключите какие-то программные вещи или поломку оборудования телефона вот таким вот образом хоть можно работать с вашими со своими проектами потому что сейчас часто возникает вопрос иногда как мне сделать так чтобы меня запускать другой проект не 5 7 не 7 9 так нужно чтобы он всегда был один все проекты сохраняйте в архиве файлах во флеш памяти во внутренней базе самого приложения должен быть только один проект с которым вы непосредственно работаете вот такой вот способ предлагается к использованию всего хорошего спасибо